привет подписчики по вашим многочисленным просьбам прогулка по магазину выбираем сварочный аппарат до 10000 рублей поехали итак вот они наши красавцы первый сварочный аппарат который стоит 10000 рублей это вестер м м а в rd 180 этот аппарат можно брать можно ребята этот аппарат брать скажу вам честно внутренности у него один в один как у ресанты я такой аппарат разбирал я как-то ним работал на вахте работал варил теплотрассу таким аппаратом дуга у него мягенькая хорошенькая классно ну такая как на рис анти потому что внутренности у этого аппарата абсолютно такие же как у ресанты вот только он такой более ручка стоит понимаете уже такой более классно выглядит короче дисплей поставили вот правда дисплей этот вообще короче ни о чем он как-то мигает короче на солнце вообще его не видно крутилку крутишь регулятор да он вот такой не чувствительный то есть пока попадешь на нужное значение то есть он там стоит так для красоты и понимаю функция врд вот да вот здесь ли присмотреться там есть включить и отключить функцию врд это вот если вы работаете где-то в подвале там при смене электрода будет бить бить током короче понимаете и током если вы вас ноги мокрые или перчатки краги ваши мокрые будет при смене электрода током биться для этого можно включить функцию врд то есть вы отключаете холостой ход делаете его минимальным поджиг сразу ухудшится но не будет вас бить током при смене электрода поэтому эта функция как бы бывает и пригождается десять тысяч рублей как бы для этого аппарата пойдет пойдет брать можно но я вам говорю это та же самая рессанта памперажу ну знаете наверное все таки он выдает все свои амперы скорее всего вот 180 пишут ну может 160 в нем то есть если обман есть то совсем небольшой то есть эти аппараты как бы нормальный брать можно за червончик такой аппарат взять можно но вот это что у нее спереди дисплей он так для красоты стоит ни о чем там вот поехали дальше зубр у нас отличный аппарат отличный аппарат вы видите он весь металлическом корпусе спереди у нас решетка закрытая решетка ну так вот на первый взгляд смотрю скорее всего зубр выдает все свои амперы то есть вот 165 пишу до опер 160 наверно в нем есть хотя пишут 165 пишут ну наверное все амперы он и выдает скорее всего то есть зубр вот такой именно зубр да вот этой серии короче 165 а этот зубр выдаст все свои амперы аппарат так по сборке смотрю неплохой неплохой тоже можно брать смело причем и ручка стоит но знаете он не напоминает сварочный аппарат тут все прям совпадает red work есть такой сварочный аппарат у него все и ручка такая же все такое же скорее всего и внутренности у него тоже такие же как и у сварочного аппарата red work у кабеля короткие алюминиевые разъемы как на рис анти то есть вот эти вот смотрите байонеты видите они немножко такие длинненькие длинненькие вот если вы когда обменяете байонеты покупайте всегда чтобы они были немножко длиннее чем обычные тогда они плотно хорошо зажимаются не откручиваются потому что пробивает в основном разъемы пробиваются именно из-за того что плохо зажали а плохо зажимаются короткие вот эти вот байонеты видите вот они длинные в основном идут в комплекте такие коротенькие маленькие то есть уже и на байонетах начали экономить поэтому если берете меняйте байонеты берите такие по длиннее вот то есть это о чем говорит ну опять же наверно завод один производит то что и рис анто раз стоят разъемы такие хотя это похоже как разъемы 50 и даже то есть большие ну так смотрю аппарат как бы ручка стоит аппарат металлический гарантию пять лет дают видно до гарантия пять лет у нас зубер мастер да этот аппарат бы я взял бы тоже то есть за 10000 рублей этот аппарат можно брать поехали дальше так вот есть фанаты сварочного аппарата вот blue world также тельвин это одно и то же плюсы минусы до этих аппаратов ну первый минус который я вспомню точно помню что в этих аппаратах то есть они не любят просаженную сеть чем заключается то есть допустим у вас просаженная сеть 180 да а эти аппараты они вообще все как идут маломощные то есть вот они пишут 168 престиж 168 дроп 1 да на самом деле там нету 168 ампер скорее всего в нем где-то может ампер давайте посмотрим сколько 130 видите настоящих вот 130 ампер в нем вот вот берем нем 130 ампер как бы неплохо но если у вас будет просаженная сеть то в этом аппарате уже не будет 130 ампер допустим если 180 в розетке то уже где-то 100 ампер у вас будет в аппарате вот такой он капризный вот эти blue world и тельвин одно и то же то есть просаженная сеть теряются сразу амперы и причем при этом вы стараетесь накрутить крутилку побольше да типа но не хватает току вы стараетесь крутилку больше накрутить чтобы он заработал но он работать не будет от этого еще хуже станет работать такие аппараты любят на просаженной сети нужно на оборот убавить немножко току убавить и сменить электрод на меньший диаметр и тогда он начнет работать дуга у него нормально прям прям отлично не растягиваются но на короткой дуге варит прям замечательно то есть не эти аппараты нравятся в сварке сварки они замечательные но вот есть такой вот у них минус и еще кстати они не любят очень когда на улице жара жара они начнут они в защиту заходят то есть не любят то есть перегрев для них это как за здрасте солнечную погоду дата когда жарко вот поехали дальше ну вот или печи лететь за него часто говорят серии проф знаете с каким аппаратом я могу его сравнить это марс есть такой знаете марс сварочный аппарат вот это одно и то же сварочный аппарат марс и вот этот вот или 3 я марсом работал деле работал на нефтеперерабатывающем заводе да у меня даже получалось варить трубы под рентген то есть марсом заварил пошли сделали просвет короче да просветили мой стыке он прошел и все нормально то есть варил от марсом и мне понравилось у него дуга то есть аппараты отличные то есть или течет и марс это одно и то же отличные варианты отличные аппараты классные все но это уже они уже как бы устарели понимаете то есть сейчас идут или течь уже с цветными дисплеями новые модели идут святыми цветными дисплеями те которые уже постарей модели они идут зелеными дисплеями те которые еще старее не вообще идут без дисплеев короче вот аппарат отличный если у кого-то есть желание взять вот такой вот аппарат берите не стесняйтесь он вас не подведет но понимаетесь зачем брать старье когда уже есть новое что-то да и цена будет одна и та же а так аппарат неплохой конечно чем он отличается тем что он короче вот эта кнопка что вот тиг да вот пишут тиг то есть но вы знаете тиг тигом короче то есть ну тиг сварка да но нужна вентильная горелка это я не считаю за тиг сварку это как бы ну на любую сварочный аппарат на любой поставки горелку вентильную и вы можете работать аргоном понимаете это чисто вот как типа такой для красоты ставьте по но смотрите тиг сваркой варить можно все такое на самом деле тиг сварка настоящая тиг сварка она должна быть с кнопкой то есть горелка должна быть с кнопкой тогда уже удобно будет работать ну варгонщики знают о чем я говорю вот это чисто такой маркетинг понимать это кнопочку поставили написали тиг сваркой можно варить аппарат неплохой то есть байонеты 50 большие видите он выдержанные не перегревается ничего то есть аппарат отличный но я бы его не брал потому что уже есть или течь гораздо новые модели зачем старый брать также вот фубок например вот этот он неплохой фубок отличный аппарат но он старый уже понимаете все уже фубоги уже идут в металлическом полностью корпусе вы видели у меня вот ир 160 фубок он совсем уже другой у него все совсем по-другому не знаю какой из них лучше какой хуже но по дуге я думаю все таки уже фубок новый он будет дуга у него будет помягче такая посерьезней чем у такого аппарата эти аппараты тоже неплохие фубоги встречал и волгограде на стадионе варил стадион когда вот такими фубогами там варили отличные аппараты все классно ну уже есть не более новые модели зачем покупать старую такие вот дела фубок хорошего аппараты такие качественные но этот аппарат я уже не брал вот он видите фубок за который я говорил это уже новые модели фубок они уже идут вот полностью металлическом корпусе все тоже самое также такой же дисплейчик такая же крутилка все одно и то же все абсолютно одно и то же но есть небольшие изменения в плате короче то есть там уже более там добавили функции там горячий старт там форсаж дуги то есть более ярко выражена уже все это то есть дуга я прям чувствуется она уже стала комфортнее варить стало покомфортнее чем старым фубоком поэтому если фубок брать то брать уже новую версию вот как вот этот например да вот 220 ну опять же блин 220 куда их использовать фубок выдают все свои амперы абсолютно все свои амперы выдает фубок хороший аппарат ну куда их 220 ампер я не знаю это только настройку да там можно чтобы он круглосуточно аппарат будет работать и не будет заходить защиту короче то есть не бухну не то что в защиту просто не меньше будет перегреваться дольше прослужить да где-то четверочка и варить придется где-то еще как то вот поэтому настройку нормально домой такие 220 нет максимум 180 для дома это будет с головой я всегда покупаю для дома 160 то есть 160 ампер для меня это прям и отрезать можно что-то и варить короче тройкой и никогда в защиту не зайдет и все остальное а для стройки да уже надо такие более такие 200 220 аврора аврора как-то у меня спрашивают какой лучше сварочный аппарат аврора максима там или там создавай будущее или такая как у меня аврора стигмейт конечно стигмейт лучше потому что вот эти вот авроры уже которые вот эти вот максима например это уже удешевленные авроры то есть они смотрят что дорогие не берут у нас россии мало берут они начали их удешевлять и сделали такие вот типа подешевле ну и плюс еще то что аврора конечно пару тысяч накидывает за сам бренд аврора понятно пару тысяч они накидывают за это аппараты неплохие вот например вот этот вот максимум ответе 160 ампер 1600 вот этого аппарата с головой хватит тарапа шабашка бегать по дому везде варить днями прям вот этот аппарат будет как раз для таких вот целей то есть ну ручку ему поставить и будет незаменимая вещь но если честно дороговато то есть 9 800 за такой аппарат я говорю тут за один бренд пару тысяч накидывает за то что на аврора короче понятно аппараты неплохие спору нет они как бы ну фирма риланд она вообще европейского стандарта это эти сварочные аппараты китайские фирмы риланд их отправляют ну по всей европе короче они пользуются спросом как бы аппараты отличные но дороговато такой же можно взять подешевле то есть мы не чтобы не аврора было написано что-нибудь другое можно будет взять гораздо дешевле то есть не 10000 а там 8 хотя бы 7 так что у нас тут рисанта 220 кейс вот ну рисанта на любителя то есть я бы ее не брал потому что вот что-то на как-то мне как-то у нее все так просто все открыто не знаю я вот почему-то мне они не не нравится рисанты варят они хорошо неплохо все нормально но что-то вот мне не доходят они эти аппараты не знаю почему вроде бы неплохие все но что-то от них не то короче не знаю что не могу сказать дуга нормально все хорошо что-то мне не то ну это на любитель опять же говорю то есть если кому-то рисанта нравится спору нет аппаратов хороший короче я бы его не взял что-то мне кажется что он какой-то хлюпенький то есть мне такое ощущение что он долго не проработает вот как-то вот так вот на него смотрю и понимаю что он долго не проработает вот кейс до кейс это конечно удобно классно если сварочный аппарат продается в кейсе это просто замечательно особенно если ты по шабашкам бегаешь просто прекрасно в чемоданчик кинул и поехал до кейс я бы себе когда-то приобрету вещь классная так ну вот еще рисанта у нас новая модель смотрел я такой магазине ним не работал не знаю какой он что изменилось скорее всего ничего в нем не изменилось скорее всего может стал честные амперы давать вот только вот так кроме если пять лет гарантию тоже дают ну не знаю как бы за червончик я не брал бы наверно такой аппарат что-то вот рисанта вот я даже на эту новую рисанту смотрю как-то на не внушает доверие что она проработает пять лет может и проработать но это лично мое мнение не знаю что то вот она мне как-то вот взять с раз авроры сравнить я лучше аврору возмущен ли сам по честному так ну и дошли вот до или течь такой аппарат это уже кстати вот я за этот аппарат поговорим вот смотрите у него такой же дисплей как у моего сварочного аппарата а из 160 это из 220 у него такой же зелененький дисплей но это о чем говорит о том что этот сварочный аппарат уже не новый то есть вот как у меня модель да сейчас эти модели уже идут точно такие же идут с цветными дисплеями а это уже предыдущая модель такая вот как у меня варят одинаково все одинаково но там уже цветной дисплея здесь вот зелененький дисплей советую этот аппарат отличная вообще мне эти не вообще или печь вот сколько я ними пользуюсь сколько у меня уже летать всякие были был из серии из потом из серии н короче да потом я уже а из купил и все эти аппараты которые у меня были все у него всех у них дуга просто шикарно ну как шикарно творю и она прямо приятно работать понимаете то есть ну смотришь вроде бы бытовой аппарате к начинаешь ним работать и ты понимаешь что блин да он совсем то вообще не бытовой классно варит так вообще шикарно это я говорю за серию из вот и потом как-то я варил двумя сварочными аппаратами не он не он vd 163 и или печь из 180 н варил я себе регистр не нужно было сварить домой я себе домой ставил регистр с профильной трубы сварил его и вот одну половину я варил короче неоном во вторую половину поварил сварочным аппаратом или течь а из не из 180 н и что вы думаете я сейчас я наберу посмотрим что вы думаете я начал варить поварил сначала неоном потом смотрю начал взял аппарат или течь вот он красавчик взял этот аппарат и начал ним варить и что вы думаете мне показалось что у или течь дуга лучше то есть мягче поджиг лучше все лучше короче чем у неона я не поверил да ну показалось я перепроверил посмотрел и действительно у этого аппарата дуга лучше чем у неона да он такой весь короче хлюпенький такой маленький такой бытовой аппарат но дуга у него лучше чем у него на который стоит сейчас уже 10000 рублей вот потом я себе купил серию а из убедиться что или течь это действительно аппараты реально классные и действительно я его купил там за шесть половиной тысяч по моему и начал варить ним блины я понял что да вот он этот аппарат который я искал то есть ну с такой дугой которая мне нужна которая мне нравится да и вот такая такую дугу такую дугу я нашел в этом сварочном аппарате серии или течь вот такой у меня был тоже эти аппараты вот смотрите вот пишут это у нас какая модель из 180 м да а на самом деле тут 160 ампер а у меня был из 160 м и было в нем всего 140 ампер но мне этого хватало аппараты вообще просто прикольная немножко такой такой весь хрустит трещит как-то сборка не очень у таких аппаратов но варят они тоже замечательно потом я купил себе такое литвич он еще лучше стал варе я думаю нифига себе вот это аппаратике потом я купил себе уже вот такой литвич да только но без цветного дисплея зеленым дисплеем он мне вообще вот это аппараты класс не реклама нет чисто вот как с вашим говорю мне эти аппараты очень нравится в этой фирме лучше чем фубок это по-любому вот такие вот дела ну все до следующего видео ставим лайки не забываем пока